Готовим крупу легко и просто без варки. Как запарить гречку на ночь и чем она полезна? Добавить комментарии. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальная осенью. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Зачем запаривать гречку на ночь? Если хотите получить максимальную пользу от употребления гречки, насытить организм витаминами, микро- и макроэлементами, предпочтительнее запаривать крупу. Дело в том, что в процессе варки часть компонентов под действием высоких температур разрушается, не меньше вымывается водой, а при запаривании все они сохраняются. Преимущества и недостатки такого способа приготовления запаривания – простой и быстрый способ приготовления гречневой каши, не требующей кулинарных навыков. Приготовленная таким способом крупа по вкусу ничем не уступает отварной, зато приносит больше пользы для организма. К тому же экономит время, так как можно приготовить ее на утро еще с вечера. Существенный недостаток лишь в том, что крупу необходимо готовить заранее, так как требуется время, чтобы зерна набухли. Лучше или хуже вареной по вкусовым качествам запаренная гречневая каша не уступает вареной крупе, зато значительно превосходит. По полезным и диетическим свойствам. Кроме того, залитая водой на ночь гречка исключительно полезна как в обычном рационе, так и в качестве основного компонента гречневой диеты. Состав запаренной гречки Гречка содержит более 50 ценных веществ. Наиболее полезные для человека приведены в таблице. Витамины Витамины Микрограмма Никотиновая кислота В 100 году съедобной части кроме витаминов и минералов содержатся пищевые волокна – 2,7 грамма, вода – 74,9 грамма, зола – 1,4 грамма, крахмал и декстрины – 13,3 грамма, насыщенные жирные кислоты – 0,7 грамма. В процессе кулинарной обработки калорийность гречки уменьшается на третий составляет 101 килокалорию. В 100 году содержится 3 грамма белков, 3,4 грамма жиров, 14,66 грамма углеводов. Пищевая ценность увеличивается, если в кашу добавить масло, жир, высококалорийные специи, настаивать на кефире. Польза лечебной, вкусовые и диетические свойства гречки напрямую зависят от качества используемого продукта. При выборе крупы необходимо обращать внимание на следующие характеристики и особенности целостность крупиного зерна. Измельчение зерна влечет за собой потери ценных для человеческого организма веществ. Зерна светло-коричневого или зеленого цвета. Чем темнее окрас крупы, тем более глубокой термической обработке она подвергалась, что свидетельствует о снижении содержания в ней полезных соединений. Минимальное количество неочащенных порченных зерен посторонних примесей. Полиэтиленовая прозрачная упаковка, которая позволяет визуально осмотреть крупу на наличие чужеродных включений, не допуская доцеревания продукта. Отсутствие посторонних запахов, плесени, затхлости. Гречневая крупа надлежащего качества – богатейший источник энергии и ценных для организма веществ. Она должна постоянно присутствовать в рационе людей с гипертонией, нарушениями работы сердца, повышенным содержанием холестерина в крови. Гречка может свести к минимуму риск обострения перечисленных заболеваний, возможных осложнений благодаря выраженному мочегонному эффекту. Запаренная гречневая крупа благоприятно воздействует на нервную систему, помогает справиться с депрессией и апатией, избавляет от Бессонница, улучшает память и внимательность, создает надлежащие условия для нормального функционирования головного мозга. Гречневая крупа без варки – хорошее профилактическое средство атеросклероза и шемии, инфаркта миокарда, инсульта и других болезней. Сердечно-сосудистая система. Она повышает прочность и эластичность мелких капилляров и сосудистых стенок, способствует выработке красных кровяных телец, участвует В процессах кровообращения помогает справиться с признаками анемии. Гречневая крупа способна обеспечить организм практически всеми аминокислотами, витаминами, группой, минералами. Зерна насыщены флавоноидами, которые оказывают выраженный антиоксидант, но ей противовоспалительные действия благотворно воздействуют на работу щитовидной железы, снижают риск анкообразований на 20%. Включение в рацион гречки благодатно сказывается на состоянии слизистых оболочек и кожных покровах, способствует правильному зрительному восприятию, защите от мочеполовых инфекций, гриппа и простуд. Гречка способна сполна обеспечить организм железом. Дефицит этого микроэлемента может стать причиной повышенной томляемости, атрофического гастрита, анемии, мышечной слабости ряда болезненных состояний, сухости кожи, снижения защиты иммунной системы. Помимо пользы для здоровья запаренная гречневая крупа очень эффективна для похудения. Гречка быстрая и надолго насыщает, при этом имеет низкую калорийность и практически не содержит жиры. Зато выступает источником сложных углеводов, которые надолго наполняют человеческое тело энергией и способны полноценно заменять животный белок. Ценится запаренная гречневая крупа за наличие в составе растительной клетчатки. Ее функции в отношении пищеварительной системы и организма в целом разнообразны, усиливает перистальтику кишечника, регулирует Уровень холестерина, выводит излишки сахара из организма, нормализует обмен веществ, улучшает пищеварение, помогает Справится с запорами, очищает кишечник и печень от шлаков, токсинов, других вредных веществ, повышает выносливость и работоспособность Стимулирует двигательную активность, обеспечивает надолго ощущение сытости, из-за чего не возникает потребности в дополнительных перекусах. Как запарить гречку на ночь? Гречка должна быть качественной, желательно и дыриться, а не сечка, которая подвергалась минимальной обработке, например, шлифовке и обжарке. Для запаривания обычно используют прокипяченную или дистиллированную воду. Чтобы блюдо получилось более питательным, можно заливать зерна на ночь кефиром. Водой перед тем, как приготовить кашу, необходимо перебрать гречневую крупу, очистить от посторонних примесей хорошо. Промыть до прозрачной воды. Рецепт крупы засыпать в кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой. Залить гречку кипящей водой в пропорции 1-2 на 1 стакан крупы 2 стакана воды. Объем кипятка можно изменять в зависимости от необходимой консистенции. Более зернистая каша получается при добавлении меньшего количества воды. Кастрюлю плотно закрыть крышкой и укутать теплым полотенцем. Оставить на ночь доходить. Аналогичным образом можно приготовить гречневую кашу, используя очищенную воду комнатной температуры. Однако такая гречка будет отличаться от запаренной кипятком, так озерна будут более твердые. Кефиром в сочетании с кефиром. Гречка хорошо очищает кишечника от накопленных токсинов и шлаков, обеспечивая их быстрое выведение наружу. Кефир также оказывает благоприятное воздействие на организм, улучшает состав микрофлоры, нормализует стул. Кефир можно заменить мацони, простоквашей, кумысом. Как настоять гречку на кефире? Предварительно перебранную и промытую крупу пересыпать в емкость и залить маложирным кефиром в равных пропорциях. Оставить на ночь для набухания. Утром крупа станет мягкой и пригодной для употребления пищи. В термосе самый быстрый способ приготовления гречневой крупы – в термосе. В таком случае можно сократить время запаривания до 4-6 часов. Кроме того, термос хорошо сохраняет тепло, поэтому каша еще некоторое время остается горячей. Рецепт приготовления также прост. В термос засыпать стакан перебранной чистой крупы и залить двумя стаканами кипятка. Правила употребления готовую и запаренную гречку необходимо разделить на небольшие порции и употреблять в течение дня. Готовя любое блюдо из гречневой крупы, старайтесь сделать его менее калорийным. На любом этапе запаривания не рекомендуется добавлять сахар, специи, соль, сливочное масло. Чтобы разнообразить рацион, гречку дополняют свежими овощами, зеленью, рыбой и постным мясом. Диетологи рекомендуют употреблять гречневую кашу при обычном режиме питания с периодичностью 2-3 раза в неделю по 200-300 грамм приготовленной крупы. Частый прием пищи большого количества гречки может стать причиной тошноты, общего недомогания, головокружения, головной боли и привести к запору. Использование для похудения вследствие широкой популярности гречневой крупы среди худеющих было создано множество диет на ее основе. Исходя из предпочтений желаемого результата, каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант как по рациону, так и по продолжительности диеты. Разновидности строгая гречневая диета. Меню однообразное и основано на употреблении запаренной гречневой крупы в неограниченном количестве до полного насыщения. Между приемами пищи за 30 минут до или после еды необходимо пить чистую воду. Диета продолжается 3-5 дней. Более длительное может нанести вред здоровью, замедлить обмен веществ, поэтому рацион необходимо расширить преимущественно за счет овощей и фруктов. В среднем при строгом соблюдении такой диеты можно избавиться от 1,5-3 кг. Не строгая гречневая диета. Меню более разнообразное, его можно дополнить свежими овощами, фруктами, за исключением винограда и бананов, зеленью и ягодами. В ограниченном количестве до 200 грамм в день можно есть нежирное мясо, птицу, рыбу, яйца, кисломолочную и молочную продукцию низкой калорийности. В течение дня необходимо пить много воды, не сладкий зеленый чай. Средние статистические показатели снижения веса составляют 5-8 кг за 14 дней. Кефирно-гречневая диета. Ежедневное меню состоит из 500 грамм запаренной гречневой крупы, разделенной на 5-6 порций и 1 литра безжиренного кефира. Кефира можно заливать крупу на ночь или употреблять в качестве самостоятельного напитка. За неделю можно потерять 3-4 кг вред и противопоказания. Несмотря на все полезные свойства запаренной гречневой крупы для организма, перед тем, как ее есть, необходимо обратить внимание на наличие у себя противопоказаний, которые включают аллергию на продукт, заболевание пищеварительной системы, эрозивно-язвенного характера в стадии обострения печеночную и почечную недостаточность, гипотонию, сахарный диабет 2 и 3 типа, мочекаминную болезнь тяжелого течения. Диета на запаренной гречке не подходит для детей, подростков, людей реклонного возраста, при беременности и лактации. Заключение Состояние здоровья помогает предупредить возникновение многих болезней. Но это оправдано лишь при условии правильной тепловой обработки зерна. Если вы хотите удовлетворить чувство голода без вреда для фигуры и при этом насытить организм необходимыми для поддержания процессов жизнедеятельности веществами, гречку лучше запаривать, а не варить. Гречневая каша без варки Очень просто. Гречка Watch this video on YouTube Субтитры сделал DimaTorzok